Ну что, 1 декабря наступило, можно начинать открывать календарик? Да. Ну давайте, огонь. Так, вы находите 1 декабря и будете сейчас пробовать, да? Первая. Круглая шоколадка. Монетка. Ммм. А, это коньки. Да? А ну-ка. Давай вот так, да, отлично. Угу, такие коньки там, Семена. Вкусно. Просто мы вышли шоколадки. Ну что, декабрь наступил, теперь у вас каждый день будет по шоколадке, ну ничего себе, вам повезло, а? Причём, 20-ти отриняем детство. Точно. Там подарки. Папа, это же, в принципе, мало, нам нужно дерево купить и да. Да, точно. Ёлку купим скоро. Завтра надо поедать за ёлкой, завтра, наверное. Блин. Ребят, всем привет, вы на канале Фэмили Баз, и сегодня у нас рабочий день, мы всё ещё переезжаем на склад, и мы находимся рядом возле Костка, и время обеда. Поэтому решили забежать купить кое-что, чтобы пообедать в Костка. Ну и заодно для вас снять, сколько это будет стоить, как это вообще выглядит еда, просто чтобы увидеть Костка вот в точке зрения еды. Потому что как раз таки Костка это то место, в котором можно, ну я бы сказал, дешевле всего пообедать. Конечно, может быть, есть ещё какие-то места, где ты можешь тоже как-то пообедать. Недорого, но вот в Костке всегда это, ну, супер дёшево, вообще дёшево. Поэтому идём в Костке. Вот здесь находится фудкорт, то есть, в смысле, продуктовая точка, на котором можно заказать себе еду и купить. Знаете, смотрите, Назар уже занял очередь, я сейчас тоже встану в очередь. Нет, это Орда, а кто-то просто прикрепил солнце. Не придумывай мне, я тебе говорю точно, что знаю. Смотри, слушай меня, слушай меня. Здесь, где всегда существует, в этом месте, во всех Костках планеты Земля, существуют две очереди. Очередь, где люди оплатили на кассе, уже оплачены. Они стоят с чеками, просто будут забирать свою еду с чеками. А есть люди, которые пришли просто заказать еду, они заказывают в том окошке. В том окошке с чеком нельзя подходить, туда надо без чека подходить. Услышал меня? Заказывай. Я не только видел, когда он не находится. Окей, хорошо. Значит, мы возьмем чекен бейк. Мы сегодня четвером работаем. Значит, возьмем 4 чекен бейка. Ну и взять что-нибудь еще. Побаловать народ, что ли. Мороженое. Мороженое. Или какое-нибудь смузи. Фруктовое смузи, например. Значит, ты, Назар, что хочешь, мороженое или смузи? А? Мороженое. Мороженое. Назар хочет мороженое. Я возьму фруктовое смузи и чекен бейк. Все, чекен бейк, смотрите, стоит 2,99. Если говорить о фруктовом смузи, оно тоже стоит 2,99. Мороженое стоит... 2,50. Все по 3 доллара. Да, все по 3 доллара, короче. Ну, грубо, округляется. Вот, сейчас купим и покажем вам, что это и как происходит. На самом деле, когда я работал в Сан-Франциско, всегда самый дешевый способ пообедать, это просто заехал в Косток, купил... Хочешь пиццу, хочешь чекен бейк или там салат, например, цезар салат я частенько брал. Вот. И напитки здесь тоже достаточно дешевые, 59 центов, большой стакан. Ты можешь в любое количество всегда здесь делать, ну, наполнять опять. Да, смотрите, ребят, значит, нам пришелся обед 20 долларов 98 центов. Вот это 4 чекен бейк, это я так понимаю. Сейчас нам все сделают смузи и мороженое, и все. Значит, ну, смотрите, вот у нас получился вот такой вот это смузи, это мороженое, я тут тащу. Назар, повернись сюда, лицом. Вот это у нас 4 чекен бейка и еще одно мороженое. Значит, за все это удовольствие мы заплатили 20 долларов 98 центов. Ну, в общем, 21 доллар. Вот, в принципе, 21 доллар для полноценного обеда на 4 человека. То есть, получается, 5 долларов обед на одного человека. И вот это, в принципе, одна из фишек магазина Костка. Потому что, получается, они сделали очень дешевую еду. В принципе, много людей просто заезжают, чтобы купить дешевую еду. Ну, и, соответственно, чем чаще люди просто заезжают, тем чаще они закупаются. Покупают что-то другое, что не планировали, естественно. Вот. Поэтому в этом плане, конечно, у них этот фудкорт классно работает. Всегда там очереди везде. В Бэрии. Везде, где я был и где я видел. Везде абсолютно очереди. И, в общем, популярное местечко. Люди экономят деньги. Некоторые просто любят их еду. Ну, и понятно, пицца самая дешевая. Не могу сказать, что самая вкусная. Но самая дешевая точно. Дешевле трудно найти в Америку пиццу, чем в Костке заказать. Так, ну, а мы на наш дракон прыгаем и поехали. Ребят, вот решил вам показать. Как можно бесплатно найти мебель себе? Вот смотрите, сейчас я нахожусь в таком районе, где офисы тут. Всякие склады, разные такие коммерческие здания, я бы сказал. Давайте сейчас подождем тут лампочку. Я зайду в зону. Нет, не хочет загораться лампочка. Я не знаю, вам видно что-то или нет. Давайте я включу фонарик на телефоне. Не знаю, поможет это или не поможет. Ну, хоть чуть-чуть. Значит, смотрите. Вот здесь, видите, сейчас вот прям есть две полки. Вот такие. Значит, дальше. А вот это называются эти, как они, офисные такие... Ой, забыл, как они называются. В общем, такие офисные кабинки. Когда в одном офисе просто разделенное пространство... О, загорелся свет. Немножко лучше стало видно. Значит, вот здесь, видите, полки. Потом вот эти офисные перегородки. И были сегодня еще столы. Уже, видно, кто-то забрал. Вот смотрите, вы можете спокойно приехать и забрать это все. Дальше, вот здесь давайте посмотрим, что здесь у них есть. Я думаю, это просто видно, какой-то офис съезжает. И они просто выставили то, что им не нужно. Поэтому, если вдруг вы в Америку только приехали, и вам надо найти что-то бесплатное, берете и катаетесь вот по таким районам, где, ну, коммерческие здания, какие-то офисы. Вечерком обычно они выставляют все то, что им не нужно. И вы можете спокойно, бесплатно взять иногда столы, стулья, бывают диваны, бывают вот полки. Ну, вот все, что вот как сейчас, да? Вот сейчас я просто увидел, думаю, давайте засниму для вас, чтобы просто вы понимали, о чем идет речь. Вот просто подъезжаешь, берешь, и никто не против абсолютно. Никакой проблемы здесь нет. Так, у нас здесь просто был офис предыдущий. Моего партнера. И мы сейчас полностью переезжаем в наше новое помещение, новый склад. И поэтому вот мы заканчиваем перевозку туда. Теперь все пусто, все чисто. Сейчас покажу вам пустой склад. Так, вот смотрите, здесь мы заходим в этот склад. Вот здесь вот этот ковролин лежит. Или как в Америке его называют карпет. Вот какой-то промышленный. И здесь просто жесть творилась на самом-то деле. И вот после того, как пропылесосили мы все это дело, все очень даже неплохо, я бы сказал, смотрится. Это вот, смотрите, второе помещение. Вот, идемте дальше. Вот сюда. Это вот еще одно. Еще одна комнатка. Так, здесь, видите, все было даже, ну, вся саня, подведены все коммуникации. Давай. С этим пылесосом, как охотник за привидениями. Я в детстве мультик смотрели. Охотник за привидениями. И там у них были такие приспособления. Вот тут пылесосы такие. Давай, тяни. Ага, там забилось. Я же думаю, что-то так нужно. Дорогой, придумай мне что-то, что мне нужно. Сейчас выговорим. Подожди, сейчас быстро это сниму уже. Давай. Смотрите, вот здесь небольшая кухонька была. Здесь холодильник. Вот прям в углу стоял, мы уже его загрузили. Здесь туалет. Вот можем свет включить. Вот так это выглядит. Здесь микроволновочка стояла. Вот здесь был офис. Бухгалтер, директор сидели. Вот здесь еще осталось пропылесосить немножко. Вот. Дальше вот здесь еще одна комнатка. А вот здесь вход. Типа главный вход. Вот. Сейчас стоит мусорный пакет на входе. Все. Вот так вот. Мы выезжаем отсюда. Помещение подготавливаем. Завтра будет сдаваться хозяину. Короче, оно было в аренде. И вот срок аренды истек. И решили взять другое помещение. Я для тебя, дорогой, сделала маникюр. Да ты что? Ну давай, показывай мне. Свет, включи только. Ну конечно, камеру уже включила. Свет, включи мне и покажи, что ты там сотворила. Да, тут... Для тебя, дорогой. Вау. Ничего себе. Ты у меня яркая девушка, слушай. Вау. Красный такой. Вау. Ничего себе. Вот эти ноготки для себя сделала. Так. А это для тебя. Да ты что? Да. Для меня много сделала, слушай. Ну видишь, люблю тебя. Ничего себе. Ну как, теперь нормально, не скучно? Он не скучно, ярко, слушай. Когда я сделала последний раз, он говорит о поярче. Говорит, вот я, видишь, поярче тебе это там сделала. Ну ничего же тебе. Смело? Смело, но нормально, слушай. Смело. Смело. Продолжение следует...